Крещение – один из главных православных праздников. По давней традиции, в ночь с 18 на 19 января люди окунаются в прорубь. Традиция интересная, и многие ее повторяют чисто из спортивного интереса. Испытать себя, так сказать. Залезть в ледяную воду в лютый мороз не так-то и просто. Однако погружение в ледяную воду без подготовки чревато неприятностями. Лучше всего для здоровья закаляться круглый год. Начать можно с малого. Например, опускать ноги в холодную воду на несколько минут. Спустя месяц можно добавить контрастный душ, то есть выключать ненадолго горячую воду. Через пару месяцев таких процедур ледяная вода уже не будет шокировать организм. Сосуды привыкнут к резкому перепаду температур. Конечно, проделывать эти процедуры следует регулярно, а не только перед крещением. Это поможет в целом укрепить закалку и иммунитет. Ну и подготовить организм к стрессу при погружении в ледяную прорубь. Если же вы упустили все сроки подготовки, но от идеи окунуться в прорубь отказываться не желаете, то стоит взять на заметку несколько советов опытных в этом деле людей. С собой нужно взять тапочки, которые легко одеваются, чтобы не стоять на снегу и льду. Сланцы, или как их еще называют вьетнамки, не подходят, так как с замерзшими ногами в них непросто попасть. Заходить в воду нужно быстрыми шагами. Окунаться только на задержки дыхания, так как при контакте с ледяной водой у всех происходит спазм сосудов. Новичкам не рекомендуется погружаться с головой, здесь много нюансов. К примеру, мокрые волосы на морозе могут сыграть злую шутку со здоровьем. Женщинам волосы непросто высушить даже дома, что уж говорить про такие экстремальные условия. После купания нужно максимально быстро разогреть тело. Для здорового, но не закаленного человека окунание в ледяную воду до одной минуты риска для здоровья не представляет. Но если после стоять с мокрой головой и пить чай на морозе, то это уже может плохо сказаться после. Стоит воздержаться от купания в проруби людям, у которых есть сердечно-сосудистые заболевания, ожирение, артериальная гипертония или аритмия. А также людям, страдающим от болезней органов дыхания, таких как астма или бронхит. Ну и естественно, стоит отказаться от алкоголя до и после купания, так как он увеличивает нагрузку на сердце. Кстати, с религиозной точки зрения, купание в проруби – это не церковное таинство и даже не обряд. Это чисто народная традиция, поэтому никаких ограничений по вере в крещенском купании нет.